На этой неделе мы побывали на стройобъекте, на котором в конце марта этого года произошло ЧП. В процессе бетонирования монолитного перекрытия второго этажа над будущим спортзалом пристройки к третьей школе произошло обрушение перекрытия, повлекшее за собой обрушение простенков наружной стены. К счастью, никто из рабочих не пострадал. Работы были приостановлены, зона обрушения огорожена. Узнали о ЧП в день происшествия из социальных сетей, вы знаете оперативно. Местные жители выложили фотографии, информацию об этом. В то же время были направлены сотрудники отдела сюда для выяснения обстоятельств. Было принято все для того, чтобы выяснить информацию от застройщика, от подрядчика. Здесь, в общем-то, были у меня два инспектора, был представитель застройщика, это Трофимов Валерий Васильевич. И, собственно, по горячим следам собиралась информация. А кто ввел расследование? Расследование административное ввел заместитель начальника отдела Баушина Галина Николаевна. То есть по происшествию было назначено административное расследование для того, чтобы выяснить все обстоятельства. Накануне ЧП сотрудниками глав Госстроенадзора была проведена плановая проверка с привлечением специалистов Мособлстрой ЦНИЛ, которые выполнили лабораторное обследование на данном объекте. По итогам проверки генподрядчику было выдано предписание об устранении следующих нарушений. Превышена толщина швов каменной кладки наружных стен в отдельных местах. При армировании железобетонной плиты перекрытия выявлены отклонения от проектных расстояний между арматурными стержнями. В соответствии с требованиями градостроительного кодекса РФ, генподрядчик фирмы «Альфастрой» был обязан не приступать к продолжению работ до исполнения предписания. Однако приступил, и результат его халатности нам известен. По результатам экспертизы технического заключения был установлен факт, что какой-то скрытый дефект опалубки привел к обрушению. В одной части заливаемой, бетонируемой конструкции и лавиной утащило все перекрытие спортивного зала уже. Исправили, да, то, что было? Да, все, что было обрушено, все устранено. Кто-то был наказан? Да. Кто? Я. Как представитель подрядной организации? Да. И, собственно, дальше по финансам. Вот вам задам вопрос. Да. Кто оплачивает теперь разницу между первоначальной сметой и нынешней? Значит, на сегодняшний день все финансовые затраты берем на себе мы, как генподрядная организация. В том числе вот эту разницу, да? Да, конечно. На этом объекте уже давно не все благополучно. С ноября 2016 года он находился на консервации. В декабре 2018 года была проведена смена застройщика и генерального подрядчика, и только тогда возобновлено строительство объектов. Генподрядчик из Кирова, фирма «Альфастрой», убрал недострой, оставшийся после предыдущего подрядчика, и последовательно начал работы по возведению трехэтажного учебного здания, которое соединит основной корпус третьей школы и начальную школу. Ранее этот подрядчик хорошо себя зарекомендовал на других стройобъектах Московской области, и поэтому его и пригласили срочно доделать от Дмитровский долгострой. Сейчас идут работы под большим контролем, более ответственные? Ну, объекты. Раньше был достаточно организован надзор и контроль при проведении работ. Допущена была какая-то неточность при установке опалубки, что привело к обрушению при бетонировании одного перекрытия. То есть, конечно, к этому объекту пристальное внимание на сегодняшний день в связи с этим происшествием в том числе. Но у нас осуществляется плановая работа, то есть программа проверок у нас составлена одна, и мы в соответствии с ней осуществляем надзорную деятельность на этом объекте. Сразу после ЧП на пристройке к третьей Дмитровской школе на объекте с целью установления причин обрушения специалисты Мособлстройц НИЛ выполнили техническое обследование строительных конструкций пристройки. Кроме того, для оценки возможности продолжения строительства и разработки рекомендаций по усилению конструкций было выполнено обследование и не разрушены вследствие обрушения строительных конструкций. Строительная монтажная работа на объекте было разрешено продолжить только на этой неделе после окончания расследования ЧП. Согласно результатам технического обследования, несущая способность конструкций подтверждена. Построенная часть здания соответствует требованиям проекта и обязательным регламентам. По результатам административного расследования в отношении генподрядной организации ООО «Альфастрой» были составлены протоколы об административном правонарушении. Нарушение обязательных требований проектной документации на рассмотрение назначена мера административной ответственности в виде штрафа 100 тысяч рублей. Осуществление строительства до составления актов об устранении ранее выданных нарушений. Назначена мера административной ответственности в виде штрафов 50 тысяч рублей. Разрешение на строительство пристройки к третьей школе действует до 31 августа 2019 года. Представитель генподрядчика НАСА заверил, что к началу нового учебного года объект будет построен и безопасен для эксплуатации.